Смартфоны и планшеты сделали свое дело. Эстонские дети недостаточно передвигаются, совсем не играют во дворе, в подвижные игры, или мало занимаются спортом, причем ситуация эта, к сожалению, к лучшему не меняется. В Эстонии взята на вооружение рекомендация ВОЗ, а именно, ребенок должен быть активным каждый день в течение как минимум часа. И эта активность подразумевает учащенное дыхание и даже потоотделение. Не случайно, что в преддверии года мобильности было проведено масштабное исследование активности движения, причем в этот раз не ограничились лишь многочисленными опросами и интервью. Активность жителей Эстонии измерялась и с помощью датчиков. Мы установили специальные датчики, чтобы объективно определить, насколько активны наши дети. И если на неделе, когда надо добираться в школу или идут уроки, активность просто не дотягивает до нормы, то на выходных случается настоящий провал. Меньше трети детей двигаются на выходных в достаточной степени. Здесь роль спортивных клубов и школ уходит на второй план. Поэтому у нас призыв именно к родителям. Не ленитесь, придумайте совместные вылазки на выходных днях. Пора признать, что и нам, взрослым, нужны походы в старый город или в лес. К тому же в общем доступе большое количество троп здоровья за городом. И еще несколько любопытных фактов, выявленных исследованием. Величина дохода не влияет на активность человека. А подавляющее большинство школьников не любят ходить на уроки физкультуры в их нынешнем виде. В современной школе девочки активнее мальчиков. Но во взрослой жизни они меняются местами. Мужчины активнее. Вопреки прошлым стереотипам выясняется, что сельский житель или фермер теперь менее активен, чем бегающий по утрам или играющий в теннис средний горожанин. Но вернемся к младшему поколению. Присутствие на презентации министра культуры, членов парламента и спортсменов дает основание думать, что будущий год движения не станет лишь чередой околоспортивных мероприятий. А будут сделаны реальные шаги для повышения активности населения Эстонии. Не всем дано, что тебе поставят время и отец знает, как быстро от этого бегаешь. Не нравится детям это. Как сказать, в 21 веке уже не нравится это детям. Но я думаю, что самое важное, что мы можем делать, чтобы урок физкультуры был бы уроком движения. Где учатся двигаться, что нашему организму полезно, какие возможности есть, например, кататься на велосипеде, идти пешком. Прогрессивная во многих вопросах Финляндия уже пришла к этому. Там имеются отдельно уроки физкультуры, а отдельно занятия по активности. И вторые более популярны. Ведь наших и финских детей больше не вдохновляют оценки в дневниках. Куда более интересны походы, различные вылазки на природу, поездки на велосипедах и обычные уроки, скажем, природоведения в лесу или на берегу моря. И все были сегодня единодушны. Только заложенные в юном возрасте привычки смогут поменять ситуацию с физическим и психическим здоровьем жителей Эстонии в будущем. Илья Бань, Петер Юлявайн, Новости Таллина.